Дагестан встретил правящего архиерея. Напомним, в конце прошлого года решением Священного Синода Русской Православной Церкви в пределах Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики была образована отдельная Махачкалинская епархия. Первым ее епископом стал настоятель Спаса Преображенского монастыря города Мурома Игумен Варлаам Пономарев, хиротонистный в конце января в Храме Христа Спасителя в Москве. Накануне епископ Варлам и встречавший его архиепископ Владикавказский Зосима возглавили первую архиерейскую божественную литургию на новообразованной кафедре. Под сводами Успенского храма собрались православные христиане из всех республик, входящих в состав новообразованной епархии, а также руководители органов власти Республики Дагестан. Дагестан – многоконфессиональная республика. Мы всегда с большим уважением относились к православным и будем и дальше относиться. Также создавать все условия для того, чтобы вы здесь чувствовали себя хозяевами. Отметим, что Кавказ – почти родной край для владыки Варлаама. Будучи уроженцем Ставрополья, больше 10 лет он провел в Ингушетии. В 2005 году будущий архиепастрь даже вошел в состав Общественного совета при президенте Ингушетии. В августе 2011 года батюшка был переведен во Владимирскую епархию. Однако, как оказалось, ненадолго. Решением Священного Синода от конца 2012 года он был назначен первым епископом Махачкалинским и Грозненским. Ничего случайного в этой жизни, когда я пробовал все-таки в сердце Руси, Владимирская епархия, где все остальные святыни, где множество монастырей. Там у епархии 35 монастырей. В одном городе Муроме 5 монастырей. Там большое количество святыни. Но знаете, как я соскучился по людям, живущим на Кавказе? Потому что я сам здесь вырос, я сам впитал этот дух. И для меня вот та вера, которая у нас здесь, как мы ее можем изъявлять, она для меня близка. Архиепископ Зосима, возглавивший богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы, напутствовал нового архипастыря. По его словам, путь архипастыря на Кавказе довольно сложен. Впрочем, непрост он и в других регионах. Но важно помнить о том свете, который несет в себе каждый христианин. Не забывать о том, что христиане есть соль земли. Господь нам дал каждому свой путь, свой крест житейский, и мы даже терпеливо, спокойно его отнесли. Когда мы будем светить светом, вы знаете, люди разных религий, разных национальностей, у всех глаза одни и те же. Все увидят свет, и все увидят тьму. Поэтому, когда пастор несет в мир свет, это видят и христиане, и нехристиане, это видят все.